Пользователи соцсетей второй день следят за операцией по спасению белого медведя. Спустя сутки в поселок Диксон Красноярского края, где сейчас находится животное, наконец вылетели специалисты из Москвы, из-за нелетной погоды сделать это раньше было нельзя. Подробнее, в материале СНОБа. Белый медведь обнаружен у поселка Диксон, в Красноярском крае фото, Росприроднадзор ТАСС. Упт, медведя спасли, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Родионова, успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки. Он оказался молодой медведицей. Молодой белый медведь, у которого во рту застряла банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон Красноярского края. Об этом 20 июля в своем телеграм-канале, написала глава Росприроднадзора Светлана Родионова, надо спасать краснокнижное животное. Срочно собираем заседание рабочей группы. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение. Вскоре стало известно, что медведь мучается уже трое суток, вытащить язык из банки у него не получается, из-за того, что крышка завернута внутрь. Скорее всего, у животного болевой шок и отек языка, пить и есть медведь не может. Местные жители пытались помочь зверю, но не смогли, вытащить банку, предварительно не обездвижив животное, невозможно. А чтобы это сделать, нужен не только грамотный специалист, но и пневматическое оружие и препараты для усыпления и пробуждения животного, которых в Диксоне нет. По просьбе главы Росприроднадзора, на помощь вылетели специалисты из Москвы. Среди них, главный ветеринарный врач московского зоопарка. Группа добралась до Норильска утром 21 июля, но из-за погодных условий, в городе шел сильный дождь, вылететь в Диксон не смогла. Днем 21 июля разрешение на вылет дали около 17.00 по московскому времени, специалисты должны прибыть в поселок бортом Норильск Авиа. После того, как медведю помогут, его в специальной клетке, которую изготовили на механическом заводе Норильска. Транспортируют на 60 тысяч 100 километров от Диксона, в естественную среду обитания. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.